В парке слышались жалобные крики Чупы. Хлюпик уже хорошо знал это место. Незаметно пробрался поближе и увидел, как Пеннивайз кормит сладостями бедного парня. Чупа опять покрылся сыпью. Голова его увеличилась до гигантских размеров. Но клоун продолжал пикать у него шоколад. Хлюпик пересилил свой страх, схватил камень и бросил в злодея. Клоун побежал за наглецом, но тот быстро спрятался и Пеннивайз никак не мог его найти. Рыжов позвонил копам. Приезжайте быстрее, мы поймали сообщника клоуна. Бубин выдернул шприц из Хлюпика и воткнул в Рыжова. Парень мгновенно уснул. Клоун схватил его, поставил на место мишени в тир и потребовал Хлюпика выйти. Иначе он поиграет в снайпера. Хлюпик не появлялся. Пеннивайз начал стрелять по мишеням. Парню пришлось действовать. Неподалеку стояла детская машинка. Он с трудом залез в нее, разогнался и протаранил злодея. Клоун был в гневе. Хлюпик попытался уехать, но паук настиг его. Он вытащил парня из машинки и потащил в свое логово. Мозес опоздал. Голова Чупы лопнула. На полу лежал Кокон и раненый Рыжов. Их понесли в операционную. Рыжову надо было достать пули. А вот что делать с Коконом, никто не знал. Хирург попытался разрезать его скальпелем. Но скальпель сломался. Тогда он начал пилить Кокон болгаркой. Ничего не получалось. На твердой поверхности оставались лишь царапины. Мы даже не знаем, кто там внутри. Учитель вернулся в школу. Закрылся в классе. Достал из чемоданчика снотворное и пистолет. Выпил одну таблетку. И оказался в парке аттракционов. Он обнаружил раненого Рыжова. Помог ему выбраться и спрятаться в укромном месте. Он забрал Хлюпика. Учитель отправился дальше. Обнаружил жилой домик. В окне горел свет. Он заглянул внутрь. Там сидел клоун и Бубин. Папа, мы очень скучаем по тебе. Не переживай, сынок. Я скоро вернусь. Мозес наблюдал, как врачи безрезультатно пытаются вскрыть Кокон. Даже лазер не пробивал его оболочку. Мозесу позвонил Прыщ. Тут у меня местный бандит Козырь. Со своим сыном. Он признался, что знает этого клоуна-убийцу. Давным-давно Козырь со своими дружками привязали к нему шары. Тот улетел и больше его никто не видел. Мозес пошел в свой передвижной офис. В базе данных откопал дело о пропавшем клоуне. Там он выяснил, что у клоуна была беременная жена. Он отправился к ней. Ее дом был в плохом состоянии. Мозес начал звонить и стучать в дверь. Из окна дома кто-то начал стрелять. Мозес успел спрятаться. За забором он обнаружил бомжа. За хот-дог бомж рассказал, что эта сумасшедшая женщина каждый день ходит к помойной яме и разговаривает сама с собой. Вместе они отправились на это место. В помойной яме Мозес обнаружил чей-то скелет. Из канализационной трубы текла кровь. Пришлось залезть в трубу, чтобы исследовать канализацию. Он полз очень долго. Пока не наткнулся на какое-то тело. Было понятно. Тело попало сюда с улицы. Мозес поднялся по лестнице. И оказался в центре города. Возле аптеки он заметил камеру видеонаблюдения. Потребовал у аптекаря просмотреть видеозаписи с этой камеры. На видео он нашел отрывок, где хулиганы открыли люк и спрятались в кустах. Мимо проходил какой-то мужик. Хулиганы столкнули его прямо в канализацию и задвинули люк обратно. Стало ясно, как это тело оказалось там. Мозес вызвал подкрепление. Спецназ начал штурм дома жены клоуна. Она оказала сопротивление. Женщину с трудом удалось арестовать. Скелет и тело из канализации забрали на экспертизу в лабораторию ФБР. Медэксперты начали изучать останки. Надо было узнать личности погибших. Мозес отправился в полицейский участок лично пообщаться с Козырем. В его камере он заметил знакомое лицо. Это тот парень, который столкнул мужика в канализацию. Джастина повели на допрос. Мозес показал ему кадры с камеры видеонаблюдения. Парень сразу признался в этом преступлении. Хулиганы наблюдали, как их отцы делят краденые робаксы. Козы подозвал парней. Дал им немного купюр, чтобы мальчики немного погуляли. Радостные ребята побежали в магазин пиротехники. Купили петарды и разные бомбочки. И отправились развлекаться на городскую свалку. Там они запустили фейерверк. Взрывы были слышны на всю округу. В это же время на свалке гулял Хлюпик. Он искал новые запчасти для своей машинки на управлении. Смотрите, это же нуб из нашего класса. Хулиганы напали на Хлюпика. Отобрали машинку. Засунули в нее бомбочки. И погнали машинку за Хлюпиком. От взрыва парня отбросило на будку сторожа. Сторож помог пострадавшему укрыться от хулиганов. Они начали закидывать будку бомбочками. Гремели взрывы. Сторож достал ружье и начал отстреливаться. Хулиганы убежали, но затаили обиду на сторожа. Они знали, что после работы он проходит по одной и той же дороге. Они приготовили для него ловушку. И когда он проходил мимо, столкнули его в колодец. Мозесу позвонил медэксперт и подтвердил, что скелет из помойки – это и есть тот самый клоун Пеннивайз. У Мозеса в голове сложился весь пазл. Когда сторож упал в канализацию, его кровь потекла по трубе в помойную яму и активировала душу клоуна. Теперь он мстит жителям города за предательство. Это было сверхъестественное дело. Мозес еще ни разу не сталкивался с этим. Ему пришлось прочитать много новой информации из интернета. Он понял, надо очистить скелет от злобы с помощью молитвы. И потом похоронить его. Тогда душа клоуна не сможет мстить. Скелет клоуна поместили в бронированный ящик, положили в катафалк и отправили в церковь. Священник был против. Он не хотел пускать в церковь. Это исчадие ада. Мы должны спасти жителей города. Необходимо прочитать молитву. Ваша дочь тоже может погибнуть. Услышав, что его дочь тоже в опасности, священник впустил в церковь груз три шестерки. Все было готово к молитве. Священник приступил к делу. Он начал отпивать скелет. Как вдруг кто-то выключил свет в церкви? Ребзики, если вам понравилась эта история, то давайте соберем 50 тысяч лайков и я сделаю продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok